И снова 1 сентября. Этим утром в учреждениях образования большой праздник. Свыше 24 тысяч юных бобруйчан с новыми силами спешат навстречу знаниям. Бурные аплодисменты звучат в адрес главных виновников торжества первоклассников. В 35-й школе в мир детства окунаются и высокие гости. «Сегодня школа набирает 1700 учащихся. Это говорит о том, что микрорайон молодёжный развивается. Активное строительство жилого массива, в том числе для многодетных семей, способствует этому. За три года ваше учреждение показало достойные результаты в образовательном процессе, воспитательных и творческих мероприятиях. Дорогие учащиеся, не останавливайтесь на достигнутом. Дерзайте, набирайте опыта, стремитесь к знаниям». В насыщенной творческой программе всеми любимая часть торжественной линейки стихотворения от маленьких звёздочек. «Вам не слышно? С двухметровой высоты мы поставим вам стремянку, чтобы с вами быть на пыль». «Очень сильно ждала первое сентября?» «Да». «А почему так сильно ждала?» «Потому что это праздник». «А что ты школу любишь? Расскажи». «Потому что там вкусно, можно покушать и много знаний дают». «Можно учиться хорошо и получать десятки. Меня очень вкусно покормили». «Мне дали чупа-чупс и сельфирку». «А в школе будешь на одни десятки учиться?» «Ну и на девятки тоже». Порог 35-й школы впервые переступают 180 мальчишек и девчонок. Всего в городе по лестнице знаний начинают шагать свыше двух с половиной тысяч первоклассников. Для каждого подарок от президента книга «Беларусь наша родима». «Ключевые вопросы развития системы образования были отмечены президентом нашей страны в рамках Абликанского педагогического совета. Задан тон не только на ближайший год, но и на дальнейшую перспективу. Президентам поднят ряд вопросов, которые очень важны для системы образования. А самое главное, мы услышали, что педагог – это опора государства. Поэтому мы понимаем ту ответственность, которая возложена на систему образования. Все поставленные задачи будут реализованы в нашем городе и абсолютно уверены на самом достойном уровне». Первый звонок звенит и в третьей гимназии имени митрополита Филарета. На торжественной линейке 955 учащихся от мала до велика. Вместе с ними их родители, учителя, руководство учреждения. Поддержать ребят перед началом первого очередного и последнего учебного года приходит председатель горсовета депутатов и зампред горосполкома. «Особенно приятно присутствовать в третьей гимназии, в своей родной гимназии, которую когда-то, много лет назад закончил. Сегодня коллектив наш, детский коллектив ребят, учащихся, пополнился большим количеством первоклассников. Все они нарядные, все они яркие, все они веселые. Я убеждена, что их каждый школьный день, каждый школьный год будет радостным, будет успешным, будет победным». «Сегодня совершенно особая атмосфера в гимназии. Все рады встрече после долгих каникул. Звонким смехом наполнились наши коридоры. Дети рады видеть своих любимых педагогов». В этом году за парты 34-й школы садятся 1300 ребят. Среди них 43 выпускника и почти 115 первоклассников. Для комфорта и уюта все лето велись текущие ремонты, обновления отдельных кабинетов, игровых и спортивных площадок. Работы проводились силами педагогов, активно помогали шефские организации и городской исполнительный комитет. «Я хочу пожелать нашим первоклассникам, чтобы они смело шли по жизни, запомнили этот классный, замечательный, красивый праздник на все оставшееся время учебы и своей жизни. Хочу пожелать 11-классникам 34-й школы и всех 11-классникам города Бобруйска, чтобы они в этот трудный, важный период своей жизни получили нужные, необходимые знаники, компетенции, навыки и смогли определиться с выбором профессии». Для школьников новый этап серьёзной работы, открытий, впечатлений. Для первоклассников первый шаг в интересную и познавательную жизнь. Для педагогов перспективы и возможности. «Сегодня все наши школы распахнули двери, давая детям возможность к успеху и развитию. Конечно же, новых побед, творчества, креатива». В первый день нового учебного года внимание школьников приковывает единый урок. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. Свыше 1 миллиона 70 тысяч учащихся по всей стране принимают участие в важном диалоге, ведь воспитание настоящего гражданина и патриота – незыблемый ориентир образовательной системы. «День знаний – это волнительный день не только для детей, родителей, но и для учителей. Нам всегда интересно, какие дети сегодня к нам придут. Мы можем гордиться спортсменами белорусскими, белорусскими космонавтами, белорусскими традициями, белорусским народом». «Школа – это для нас дом, чтобы учиться, всё узнавать, разные науки. Я буду скачать по детскому саду, но в школе интереснее». Росыпь белых бантов. На свою первую торжественную линейку в 27-ю школу имени Веры Хоружей приходит 82 первоклассника. На глазах родителей слёзы. Впереди 11 долгих лет. На путстве ребятам даёт депутат палаты представителей национального собрания Ольга Жук. «Вы знаете, очень мне понравилась фраза нашего главы государства, что сегодня мы все, дети, родители, педагоги, делаем шаг в будущее. И вот действительно мы в 27-й школе, как и во многих других, во всех школах Беларуси, сделали шаг в будущее. Шаг в будущее наших детей, вот именно самый настоящий, яркий день знаний прошёл сегодня». Завершение пути не менее важным. Этот день становится и для выпускного класса. За парты в этом году в последний раз сядут 89 человек. Ещё вчера они были маленькими ребятами, только-только перешагнувшими школьный порог. Сегодня это целеустремлённые юноши-девушки, которые, несмотря на все преграды, идут к своим мечтам и покоряют новые вершины. «Вспоминаю свой первый класс, глядя на этих малышей. То есть, несмотря на то, что уже прошло столько лет, всё равно есть тот самый как-то радость, какое-то такое вот волнение, но приятное». «Честно говоря, до сих пор как-то не верится, что, ну, теперь моя параллель несёт, получается, вот класс в Бакане, у нас девочку с колокольчиком. Всегда почему-то это было какое-то прям вау-воспоминание». «Такое приятное чувство. Очень рада, что учусь именно в этой школе. Очень отличные учителя у нас, очень классный класс. Вот в целом мне очень-очень нравится». Дальше ребят ждут школьные будни со взлётами и падениями, успехами и разочарованиями первыми и последними десятками в дневниках. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Роман Костюков, Виталий Гаврусев, Елизавета Житкова, Константин Шевцов, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Павел Зуев, Бобруйск, 360.